Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Мои хорошие, как же я по вам уже соскучилась! Сегодня я хочу показать, во-первых, продвижение вот этого проекта джемпер с V-образной горловиной, который я вяжу из прекраснейшей пряжи Белсаида Мини от Кутнор. Спонсором этой пряжи является замечательный интернет-магазин для рукоделия пряжа Су, в котором у вас до 26 февраля этого года есть 5% скидка, и вы можете ей воспользоваться. Ну, а сегодня я покажу, что у меня уже получилось. Вот такая красивая горловина. Сейчас, когда я связала уже вторую половинку, я уже начинаю сомневаться, нужно ли мне ее обвязывать. Вот здесь вот единственная петелька, которую можно закрыть аккуратно, она открыта, и оставить вот так, как есть. А можно все-таки добавить вот здесь резиночку один на один. И вот я сейчас нахожусь в сомнении, как же мне поступить. Мне очень нравится, вот на данном этапе, как это выглядит. А в сегодняшнем видео я решила показать вам, как я буду делать скос плеча. Здесь есть красивый скос плеча. Вот я рассоединила стопор, очень удобный стопор от Ади. И вы сейчас можете наблюдать, что здесь есть скос плеча. Он небольшой, но он есть. И я покажу вам, как я это делаю. Ну, сначала расскажу чисто теоретически, как это выглядит. Значит, правая полочка, естественно, будет вязаться этот скос в обратном направлении, в зеркальном направлении. Но делать мы это будем здесь в лицевом ряду, а здесь я делала в изнаночном ряду. И сейчас расскажу, как это было. Итак, напомню, что сам вырез горловины я вяжу, вот чисто примеряя на себя. Никаких расчетов я здесь не делала. Почему? Потому что у меня нет подрезов. Вот абсолютно нет подрезов. Все прямо, все очень-очень просто. Поэтому я, по-моему, 44 сантиметра вам говорила, что вот от низа изделия и до того момента, когда я разделила полотно на две части для скоса V-образного выреза горловины. Убавляла я здесь в каждом четвертом ряду. Есть видео по этому поводу. И теперь, когда я поняла, что мне уже хватит и нужно делать скос плеча, у меня на спице осталось 42 петли. И я начала делать скос плеча обратно, поворотными рядами. Вот у меня вот здесь вот последняя убавка в лицевом ряду. И изнаночным рядом я уже начала делать вот этот скос плеча. Не доходя до конца 9 или 10 петель, поверьте, здесь уж такая точность абсолютно не нужна. Я повернулась и пошла вязать опять сюда. Это у меня был изнаночный ряд. То есть в этом случае у меня убавки пошли по изнанке. А там мы будем делать по лицу. Провязав сюда, возвращаюсь изнанкой. Еще 9 петель оставила и развернулась. И вот так вот 9-10 петель я делала 4 раза. То есть 4 вот здесь вот таких разворота. Потом развернулась и уже собрала, так скажем, провязала полностью ряд до конца. И теперь нужно будет закрыть эти петли методом с двух спиц, соединив их со спиной, со спинкой. Вот в принципе и все. Сейчас покажу я, как я буду это делать вот здесь. То есть на, получается, правой половинке полочки, так скажем. Да, мои хорошие, обратите внимание, какой красивый у меня фон. Это так просто. Мне захотелось вам показать. Вчера с работы иду и зашла в интернет-магазин и в Роше. Ой, интернет-магазин, господи, простите меня. В бутик и в Роше у нас в Шангале есть. И мне нужно было там купить губную помаду, там крем для рук. И каково же было мое удивление. В общем, девочка из этого магазина, бутика, сказала, что вот можно получить в подарок вот такой замечательный плед. И еще 30% мне сделали скидку на мою губную помаду. Да даже сейчас вам могу ее показать. Покажу все-таки, что я купила. В итоге там что-то 969 рублей я потратила за три товара. И получила вот этот плед в подарок. Девочки, плед достаточно такой, ну, внушительный. Им хорошо можно укрыться. И посмотрите, как красиво он подходит под этот джемпер. Прямо вот один и тот же тон. Так что, у кого есть бутики в ваших городах, посетите их. Возможно, вам нужна какая-то косметика. Ну, а почему не воспользоваться таким прекрасным предложением? Мы очень любим летом гулять, ходить. И такие вот штуки всегда-всегда нужны. Бывают, уходим на целый день. Днем жарко, а вечером уже прохладно. И я прям укрываюсь этим пледом, если это лето и прохладный вечер, и иду домой. И вот этот плед смотрится очень-очень красиво. У меня даже такая мысль возникла, не сходить ли мне еще зачем-то в Роше, чтобы получить в подарок еще один такой плед. Из него можно красиво сделать шарф. Можно даже не обрабатывать. Поверьте, очень шикарно, красиво смотрится шарф или основу. Посмотрите, какое у нас сегодня красивое небо. Просто класс. Раз я немножко отвлеклась от вязания, девочки, я просто очень-очень соскучилась. Мне не хватает общения с вами. Поэтому потерпите меня немножко. Покажу вам вот такую красоту и покажу, что я купила и в Роше. Потом покажу, как делать сквозь плеча. Вот такими были мои покупочки. Это называется даже не губная помада, это называется лак для губ. Мне очень-очень нравится. Есть разные цвета там. Вот этот оттенок вот такой 17848 или 0905. В общем, не знаю. В общем, я пробовала, у меня есть уже такой немножко другого оттенка. И мне понравилось, как держится на губах. В общем, классный. Ну, этот крем из зимней серии пока есть у них в остатках. Его не будет. Его выпускают перед Новым годом. И потом все. Класснючий. Поверьте, запах увлажнения просто класс. И вот такой взяла бальзамополаскиватель для окрашенных волос. Вот это я еще не пробовала. Не знаю. Ну, в общем, вот для окрашенных волос. Кондиционер. Стойкость цвета. Хочу попробовать. 450 рублей вот эта штука стоит. На вот эту мне сделали скидку. Уж точно не помню, мои хорошие. Ну, 30% сделали. 500 рублей, что ли, со скидкой стоит вот этот лак для губ. Ну, а крем вообще по смешной цене что-то до 100 рублей. Сейчас у них на него скидка. Ну, потому что это остатки. Ну, как всегда, опять трактор. Девочки, я уже столько раз прерывалась. И такое впечатление, что он постоянно ездит, чистит здесь. Я не знаю, ну, что можно чистить. Уже прерываться не стало. Так что, мои хорошие. И вот такой плед в подарок. Красотень. Повторюсь. Кому интересно, это небольшое отступление. У кого есть такие бутики в городах, посетите, получите вот эту вот. Какой же он приятный. Мягкий-мягкий. Ну вот, немножко поболтала с вами. Прям бальзам на душу. Ну, а сейчас покажу скос плеча. Итак, начинаем делать скос плеча. Я сделала последнюю убавку в предыдущем ряду. То есть, я вот здесь сделала убавку. Вернулась изнаночным рядом. И вот в этом ряду сейчас у нас будет скос плеча поворотными рядами. Итак, первую снимаю. Дальше вяжем по узору. Узор очень простой, но очень эффектный. Здесь у нас нет убавок в начале ряда. Но вот там, где у нас скос горловины идет. А вот потом изнанкой вернемся. И вот в следующем ряду нам нужно будет и вот здесь сделать убавку. Об этом тоже помним. И вяжем. Пышная лицевая. Две изнаночные. Опять пышная лицевая. Так, еще, еще, еще. Нужно нам оставить 10 петелек. В конце ряда. Ой, солнышко выглянуло. Красота. Так, еще вяжем. Сейчас ниточку. Ниточку отмотаю. И продолжим. Девочки, очень довольна я этой пряжей. Очень. Уже хочу я другой оттенок. Попробовать. Повязать. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот в этой так мне осталось провязать четыре петли и сделать два, три, четыре. И вот теперь мы делаем нашу убавку. Как я ее буду делать? Итак, в моем случае, поскольку я вяжу восточным методом, я делаю так. Спускаюсь на петлю ниже, то есть не вот эту петлю, а которая ниже. И провязываю ее изнаночной. Ну, как бы вот так провязала. И теперь меняю местами петли, чтобы вот эта петля у меня была вот здесь, а вот эта над ней, сверху. Что я делаю? Я просто вот так вот, вот так вот меняю петли. Вот. Давайте еще раз, чтобы было понятно. Чтобы потом, когда мы будем провязывать, у нас здесь не было скрещенной петли. То есть провязали изнаночной, войдя на петлю ниже, вот сюда. И теперь снимаем петлю со спицы. И вот эту, которую мы только что сделали петлю, делаем ее первой. Так, как на злу что-то тут прицепилось. Нет, ниточка вытянулась. Вот, одели. Вот такая конструкция получилась. Теперь делаем разворот. И просто вяжем по узору изнаночный ряд. Вот идет у нас изнаночная, вяжем ее изнаночной. Здесь у нас в изнаночном ряду, как мы помним, нет пышных петель лицевых. Здесь просто лицевая и изнаночная по узору. Так, изнаночная получается. Две лицевые. Изнаночная. Две лицевые. Но тут ряд небольшой, я уже не буду отключать. Сразу покажу вам, что в следующем ряду мы должны сделать убавку в начале ряда. Это наша, вот эта линия скоса горловины. И потом провязать опять, не доходя там, 10-9 петель. У меня было 4 разворота. Можно сделать больше, если вы хотите скос плеча больше. Сделайте больше. Так, две лицевые, изнаночная, две лицевые, изнаночная, лицевая и кромочная. Все, разворачиваем вязание. И вот в этом ряду у нас здесь должна идти убавка. Все делаем так, как мы делали, вывязывая нашу горловину. Так, здесь у меня изнаночная, вот эту петельку я с этой переворачиваю и вяжу изнаночной бабушкиной. Вот, дальше по узору и опять мы не делаем, не вяжем до конца ряда. Оставляем 9-10 петель и возвращаемся. Сейчас еще раз покажу, чтобы было понятно. Думаю, что должен получиться очень красивый джемпер. У меня еще не было джемпера с V-образной горловиной. Это мой первенец. Так, где у нас здесь? Так, я уже с вами заговорилась. Вот она эта петля, двойная. Ее хорошо видно. Раз, два, три, четыре. Сейчас вернусь назад. Четыре, пять, шесть, семь. Сейчас вот эту поправим, поскольку она была пышной. Семь, восемь, девять. И вот эту петлю сейчас мы сделаем на этой петле разворот. А вот разворот на лицевой вот этой пышной, он даже, на мой взгляд, еще легче. Поэтому, начинающие, кому сложно сделать вот тот маневр изнаночный, который я вам только что показала, пусть будет там у вас не четко там 9-9-9 или 10-10 идти, А где-то 9, где-то 10, вы, допустим, будете делать этот разворот на лицевой петле. На лицевой петле еще проще. Смотрите, входим в лицевую петлю, делаем захват нити и вот так вот вешаем ее на спицу. То есть, вот такая двойная петля получается. И все делаем, дальше разворачиваем вязание и вяжем по узору, что там у нас. Сейчас у меня две лицевые, это наша изнанка. Одна изнаночная, две лицевые, одна изнаночная. Ну, то есть, идем до конца ряда. Это ряд у нас изнаночный, поэтому здесь у нас ничего, никаких пышных лицевых нет. Здесь просто две лицевые, две изнаночные по рисунку. Ну и там, где мы делали убавку, вот она тоже. Смотрите, как смотрят петли. То есть, по рисунку довязали до конца ряда. В этом ряду лицевом у нас нет прибавок, ой, убавок для скоса горловины. Поэтому просто вяжем, без убавок для скоса горловины, просто вяжем по узору, опять оставляем наши вот эти 9 петель. То есть, понимаете, да? Здесь 9 петель оставили, вернулись, еще 9 петель оставили, вернулись. Вот сейчас от этой точки отсчитываем 9 петель, в 10-е разворачиваемся. И вот таких разворотов у нас 4. А потом все провязываем одним рядом до конца. Ну, так скажем, чтобы легко было потом методом с трех спиц, как бы объяснить, провязать вот эти двойные лицевые или изнаночные, где мы делали развороты, провязать одной петлей, чтобы потом не путаться, когда мы будем соединять плечо спины и плечо переда. Вот для этого один ряд после всех наших 4 разворотов мы провяжем просто ряд, провязывая вот эти 2 сдвоенные петли одной петлей. Думаю, что это понятно. Ну, давайте еще сейчас вот покажу уже до конца, как это делается. Ничего сложного нет. Главное понять принцип, что нам нужно сделать скос плеча. Вот просто поймите это, что нужно сделать скос плеча поворотно-разворотными вот этими рядами. И все. Так, сейчас посмотрим, где тут наша. Вот она наша двойная. Ее очень хорошо видно. От нее отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, вот давайте вот сейчас вот в этой петле. Девять нет. Хорошо, вот она, десятая. В десятой петле. Я просто хочу, чтобы вам показать, еще раз изнаночную вам что ли показать. Еще давайте изнаночную. Если будете делать только в лицевых петлях, тогда, конечно, у вас не будет равномерно. Ну, давайте в изнаночную. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот в этой петле мы опять сейчас сделаем разворот. Провязали изнаночной. И вот эту поменяли расположение петель. То есть ту петлю, которую мы только что сделали, если это так можно назвать. И развернули вязание. Ну, тут, собственно говоря, осталось совсем чуть-чуть. Так, это изнаночный ряд. Здесь нет пышных петель. Изнаночная. Вяжем до конца ряда. Единственное, что нужно помнить, что у нас еще идет вот этот скос для горловины. И не забывать его тоже делать. То есть и петли в конце ряда считать, развороты делать. И не забывать, что здесь тоже нужно делать убавки. Чтобы было все красиво. Вот в этом ряду у нас уже сейчас будет убавка. Убавка для выреза горловины. Для скоса выреза горловины. Вот мы сейчас ее и сделаем. Вот она наша лицевая. Одна изнаночная. Эти петли я меняю. Делаю убавку для скоса горловины. Дальше по рисунку. Опять пришлось остановить видео. Опять трактор. Сегодня прям они просто решили атаковать наши окна. Итак, в этом ряду у нас уже нет разворотов. И так их получилось 4. Вот сейчас я вам как раз покажу вот эти места. Там, где у нас двойные петли. Вот она, двойная петля. Вы ее не пропустите. Никак. Никогда. Вот мы ее провяжем бабушкиной петлей. Видите? Так, а если не бабушкиной? Нет, наверное, не бабушкиной. Да, вот так будет лучше. Точно. В общем, девочки, смотрите, вот если вы видите, что у вас получается скрещенное, значит поменяйте вязание, сделайте так, чтобы она была не скрещенной. Суть в этом, потому что я как бы учусь и метод вязания у меня восточный. Поэтому у вас может быть другой метод. Но суть в том, чтобы сделать петлю, чтобы она лежала красиво и не была скрещенной. Попробуйте так, попробуйте по-другому. Вот она, эта двойная петля. С той стороны она у нас была изнаночная. И вот сейчас мы ее провяжем. Здесь, по идее, должна идти на ряд ниже петля, но мы провяжем ее просто петлей, чтобы вот так вот, видите, как она красиво улеглась. У нас здесь уже заканчивается вязание, поэтому она у нас будет вот так выглядит пышной. И дальше идем. Здесь пышная. Чем отличаются левая и правая части? Поскольку идет вязание в зеркальном отражении, получается, что здесь два ряда вот таких вот прямых будет. То есть мы три ряда развернулись. Теперь я вернулась прямым рядом уже без разворотов. И опять вернусь еще изнаночным рядом вот в эту точку. Просто прямым, уже без поворотов. Чтобы нам уравновесить, ну, чтобы наши полы были одинаковыми. С этой стороны, вот этой полочки, здесь немножко по-другому. Ну, то есть, как бы донести до вас. Здесь один прямой вот этот ряд, потому что развороты в другую сторону, делаем мы их здесь на изнаночной стороне, здесь на лицевой стороне. Поэтому немножко несовпадение рядов, ну, в смысле, прямых рядов вот этих последних при скосе нашего плеча. И чтобы наши, наши вот эти, вырез был одинаковым по длине, вот здесь вот в этой части я сделаю два прямых ряда. То есть, вот сейчас я уже без разворотов вяжу ряд. И еще раз вернусь, и вот в этой точке закончу вязание. Вот в этой точке у меня нет, не закончено вязание. Здесь вязание заканчивается вот здесь. Кстати, вот так хорошо мне пришлось, не пришлось соединять нить. У меня закончился моточек. Вот здесь очень-очень удачно получилось. В общем, это такие тонкости. Я, наверное, вам сейчас просто забила голову. Не будете вязать, я думаю, поймете. Так, вот она, эта петля. Вот видите, я ее сейчас провязала бабушкиной. Она у меня скрещенная получилась. Значит, мне нужно провязать ее восточной. Вот и все. Видите, как красиво. Сейчас она лежит. Ну, сейчас довяжу до конца ряда. Вернусь изнаночным рядом. И уже мое вязание, все, эта часть будет закончена. По спинке я тоже сделаю небольшое углубление. Чтобы красиво лежало по спине. Все, сейчас возвращаемся. Видите, все красивенько. Как мне хорошо пригодились вот эти вот стопоры для спиц. Это вот спицы AdiClick. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот механизм этот, видите, который присоединяет леску. Ну, вот тут, как бы, мало петель. Я решила убрать леску вообще. Стопорами застопорила и вяжу и наслаждаюсь. Все. Вот этот ряд, вот эти сдвоенные петельки мы с вами провязали. Теперь просто вяжем изнаночный ряд, заканчиваем вязание, смотрим, что у нас получилось по длине. Я сейчас посмотрю вместе с вами. И можно будет уже делать скос плеча у меня на спине. Соединять плечевые швы методом с двух спиц. И все-таки я попробую сделать обвязку горловины. Ну, мне просто очень интересно, девочки. Я даже, мне очень нравится так, как выглядит вот эта горловина. Но мне хочется ради практики потренироваться, сделать вот, именно, обвязать резиночкой и с вот этим красивым вот здесь вот, вот этой дорожкой. Мне просто очень, когда три петли провязываются вместе, там, особым способом. Мне просто очень хочется это попробовать. Поэтому я в этом свитере сделаю вот с обвязкой. Ну, и манжетики мне хочется сделать резиночкой один на один, такой фонарик. Ну, чтобы это как-то гармонировало. А то получится, что у меня тогда нужно вязать тоже без манжетов. Ой, в общем, как будет, так и будет. Все вам покажу, расскажу. Так, здесь у нас лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. Вот сейчас, на мой взгляд, сейчас застопорю здесь, какие же удобные эти стопоры. Получилось все очень одинаково. Сейчас соединю, посмотрим. Да, вот сейчас сниму планшет, покажу вам поближе. Которое у вас здесь, такое же количество должно быть и здесь. И, естественно, такое же количество должно быть по спине, когда вы сделаете скос плеча. Чтобы потом, когда вы будете соединять методом с двух спиц, у вас одинаковое было количество петель. Иначе не получится это соединение. Ой, ну, очень красиво получилось. Просто загляденье. Посмотрите, какая красота. В общем, осталось совсем чуть-чуть. Поскольку спинка и перед достаточно широкий, ну, в ширину. То есть, хорошо спущенный рукав получится. Поэтому сам рукав не составит никакого труда. Свяжется, я думаю, быстро. Это уже проще паренной репы. Я потом покажу вам, как я буду присоединять рукав. Как я буду его вязать. Я, скорее всего, буду набирать петли вот здесь. Но оставлю вот этот рубчик красивый. То есть, буду набирать петли не за самый краешек, а вот оттуда. Будет очень-очень красиво. Ну, вот, мои хорошие. Немножко поболтала с вами, отвела душу. Показала вам то, что я вяжу, как я вяжу. У нас такое солнышко за окошком. Посмотрите, мои хорошие, какой сегодня денек. Мне так нужно вязать, успевать теперь. А так хочется пойти погулять. Посмотрите, какое голубое небо. Какая погодка. Да, снега нет. Снег у нас весь растаял. Мне там писали, ой, у вас снег. Нет, у нас уже нет снега, но недельку мы, конечно же, снег видели. Не забывайте заходить во вкладку в сюжеты. Она доступна только на мобильных устройствах. Я там вам кидаю маленькие, как я возвращаюсь с работы, где мы гуляем. Сюжет всего сохраняется 7 дней и потом исчезает. Поэтому, кому интересна моя личная жизнь, она пока будет в сюжетах. Потому что у меня очень-очень мало времени на какие-то влоговые видео успеть бы что-то для вас показать более полезное. Ну вот, мои хорошие, я вас всех обнимаю. Всех люблю. Если понравился ролик, если вы любите мое творчество, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Новички. У меня очень много интересных роликов. Все. Обняла. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok